На первый тайм было видно, что две команды заточены на атаку, и мы пытались атаковать достаточно активно. Хотя и выкали к полю немножко сообразно, очень быстро и отскок. Имели моменты и хозяева, и мы имели. В частности, Илья Максимов не забил. Вот такое положение, когда легче не забить, чем забить. Второй тайм была такая равная, вязкая игра, уже более такая игра пошла по счету, потому что ошибка на спиртах не были, а не было даже не ошибки. Ребята, моя цель на то, чтобы не ошибаться, сыграть более строже, а шанс в атаке навсегда будет, потому что соперник играет в больших пространствах спиной, и подходы были. Я так и не понял рефери до конца. Каждый, может, и желтая карточка, и в конце концов дошел шансов до 2 игрока. Когда нарушили бой на районе, был свисток, вдруг получать наш игрок в желтую, какое-то там, после игровое, какое-то столкновение простое. Дестером, в принципе, мы держались, но в один момент с хозяевами использовали. Хотя мы тоже могли забить был головой от головок. Немножко запал створ. Поэтому, я считаю, что более ничейная игра могла быть. Не с такими командами, как Томский, а же, в принципе, судейство не должно мешать. Я считаю, что там все помешало, что я, к сожалению, сломал игру, что-то пришли для болельщиков. Дестером уже футболистый другой стал. За первым дестером не создавался в этот момент. Подход в основном. Это здесь, мне кажется, вопрос возникает после действия во втором тайме. Да и в целом, слишком много желтых. И нарушили Максимови в первом тайме, где можно было назначать. Я здесь, что штатная площадь, 11-метровых. Я не помню сейчас, но не могу сказать, но было явно нарушение. К сожалению, так сегодня случилось. Прошу ваш вопрос, коллеги. Прошу вас. Дмитрий Леонидович, показалось, что в первом тайме, вернее, ваша команда, может, немножко подсела, но где-то в середине тайма ощутимое преимущество Томи было. И переигрывая в центре поля, это сказалось о климатизации или что-то еще? Я не могу сейчас сказать, возможно, долгий перерет, мы все выбирались. У нас, к сожалению, сейчас аэропорт, мальчика, где-то закрыт. И мы летим из Грозного, где-то 10 часов выбирались. Но я не думаю, что это сказалось. Сказались невынужденные ошибки, то, чем говорил выше. Мы про ту ситуацию теряли мяч, теряли скомбинировать, но, видимо, привыкали к полю или, может быть, к каким-то другим сбивающим факторам. Неважно, сыграли нас, некоторые футболисты, в этом плане. То есть мы начали правильно играть, мы создали сразу массу подходов и количество моментов, а потом вдруг одна, вторая, обрез, 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 а ясно, что там, обрез, что приходится много отрабатывать в обороне, садится ли не мяча. Это не такой-то момент будет такой. Поэтому вторая-то мы нацелены на это, и постарались сыграть более какого-то прагматично в этом плане. Очень доволен и результатом, и содержанием игры. Вопрос в том, что против такой команды, как Анжи, сыграть ниже своего уровня непозволительно. Мне кажется, сегодня играли на своем уровне. Хотелось бы, чтобы реализация была моментов повыше, но что есть, то есть. И отдельное спасибо малейшкам. Мне кажется, они сегодня удовлетворены. Ну, как бы взаимно. Мы ими, а не нами. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Ну, чертю, удалось переиграть Анжи в первом тайме, как эти вроде начали неплохо, но потом полное преимущество было у Таймы. Ну, большое преимущество. Ну, да, первый тайм была борьба за инициативу долгое время. Немного зажато были, как... Но удалось где-то минуты 25-й вот так вот чуть-чуть ускорить игру. И когда мы двигали быстро мяч, сопернику было трудно. Мне кажется, по скорости ведения мы были лучше. Ну, вот, а соперник начал зажиматься, понимая, что отдают инициативу, начали ошибаться и цепить бы. Еще вопросы, коллеги? Пожалуйста, Сергей Непарчевич. Валерий Кузьмич, вот по поводу того, что... По поводу судейства, извините, конечно, но просто ваш коллега высказал, что судья испортил игру в втором тайме. Ну, что его решения были не совсем отстанны. Ваша точка зрения, точно? Ну, вообще-то судейство как-то не очень красиво. Но, мне кажется, сегодня судейство было на... Для нас, во всяком случае, на необычно хорошем уровне. Очевидно, мы по-разному смотрим на футбол. С коллегой. Еще вопрос, да, пожалуйста. А установка была, Валерий Кузьмич, не нарушать правила, ввиду того, что не Халиев? Да, конечно, об этом он напоминал неоднократно. Да и ребята знают, что из себя представляет Халиев. Ну, старались, чтобы не было фолова. В всяком случае, по центру. На флангах было несколько, тоже нежелательно, но с этими фолами справлялись.